Гарри Карламов Гарри Карламов Да хватит! Все уже поняли, что ты не Харламов Но ведь похож! Да какая разница! Все равно лучший пародист КВН это Александр Васильевич В смысле? Вы видели, как он Гусмана пародирует? Главным звеном может оказаться только кто-то из членов жюри Тема конкурса «Отдых в кругу друзей» Но так вышло, что нашему другу из высшей лиги совсем не понравился сценарий, который мы придумали Прикольно, прикольно Что, давайте репетировать? Ваня, тебе сценарий не понравился? Не, 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 сценарий прям смешной Клянусь, его хоть час можно в высшей лиге показать Точно? Давайте репетируем Добро пожаловать в мою волшебную лавку пародий Приходи ко мне, красивый и уродивый Что ты сидишь, дружочек? Примерь-ка новый образочек Ребята, я извиняюсь, вам не кажется, что ваш сценарий буквально чуть-чуть отвратительный очень сильно? Давайте я... Давайте я Сан Санычу позвоню, скажу, но нет контакта, понимаете? Вот такое бывает в жизни Алло, Саш, привет, ты... Да узнал я, что я своего сына не узнаю? А, и вы меня узнали, Сан Саныч, да? Сан Саныч, да нет, нет, Сан Саныч, не надо, не надо Сан Саныч, не надо, я осознал, осознал, Сан Саныч, не надо Сан Саныч, не надо Сан Саныч, пожалуйста, не... Дальше, Сан Саныч, Ванька Галкин, да, здрасте Капец, и что нам теперь делать, а? Что ж ты, путник, пригорюнился с дорожки? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вань, Александр Васильевич тебе что-то сказал? Не, ну, фу, видимо, действительно, когда человек так волнуется за свое собственное дело, он может тебе на полном серьезе засунуть табличку. Давайте к сценарии, давай. А я думаю, может, дело не в сценарии, может, дело в КВНщике, да? Лучше нам вообще чемпион высшей лиги Максим Киселев достался. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как у школьника в Яндексе. Между прочим, чемпион высшей лиги на дороге не валяется. Я дико извиняюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Недавно был на дне города Смоленска, я видел там обратную картину. О, слушайте, у нас есть что-то общее, да? Давайте, друзья, объединим наши усилия и возьмем все самое лучшее от всех известных команд КВН. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А также Харизматичные естественные ребята. Сокращенно Харизм ест реп. Горизонт. Смотрим. А по темным улицам гуляешь Аркаша. АПЛОДИСМЕНТЫ Аркаша, мне кажется, я потерял два каламбура. Дима, а почему ты нам это говоришь? Потому что у меня есть рот. О, один нашел. Пойду искать второй. Носок? Спасибо, Аркаша. Привет, 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 привет. Интересные мелкие палки. Че, гараж парчишка, почему я тебя решил пародировать? Рассказать, 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 рассказать. Потому что я этот, как его, каратист, угрюк каратист, пародист. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, согласитесь, очень часто в Днепропетровске, очень, очень часто в Днепропетровске мы любим шутить про семейные ценности. И так в случае в Днепропетровской семье. Бабушка, забери меня, пожалуйста. Бабушка, забери меня. Так, Игорь, ты опять добился? А к этой игре команда «Горизонт» подготовилась во все оружие. ПОЕКТА Чего, Женечка, да? После этого стал ненавидеть попсу еще больше. Долбаный Сан-Франциско. Лас-Вегас. Да мне больно. Для вас выступали Иван Абрамов и команда КВН «Горизонт». Иван Абрамов похожий на всех, и «Горизонт» не похожий ни на кого. Спасибо, друзья! Результатов президентских выборов будет проходить в форме, ну скажем, церемонии вручения премии «Оскар». Мы вас приветствуем на церемонии объявления результатов выборов президента Российской Федерации. Добавь самых неожиданных выборов в истории, че ты? Итак, на должность президента претендуют... Претендует! Кто б вы думали? Отвечает «Друзь». Кто? Мезенцев. Не говори его имя, молчи. Пусть для страны это останется тайной. Некий Мезенцев, все. Григорий Явлинский. О, Явлинский! Это же единственный человек, который единственный голосует за Явлинского. Его сняли, он все равно голосует за Явлинского. Михаил Прохоров. Давайте выберем Прохорова, и у нас Автоваз будет Ёмобили выпускать. Наконец-то, название с содержимым совпадет абсолютно. Геннадий Зюганов. О, конечно! Зюганов президент, президент-льготник. Все будут 6 лет, а он по соцкарте 3. И в стране из данной технологии будет развиваться только флаг на ветру советский. Владимир Владимирович Путин. Какая неожиданность. Решил поучаствовать все-таки, да? Страна. Давайте запомним это имя. Молодец парень. Он, Явлинский, чуть за тебя не проголосовал. АПЛОДИСМЕНТЫ Последний момент передумал. Решил за Явлинского голосовать сегодня. Ну что ж, давайте немного потянем интригу. Поздно начали. 12 лет назад надо было начинать интригу тянуть. Сейчас все. И президентом России становится... Продолжается. Президентом становится... Ну, кто? Бабайка, Чебурашка, Шаурма с Казанского. Кто? Явлинский, соберись, сейчас стрельнем. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир. Город. Целый город Владимир. Город-президент, прикинь. Владимир. Вольфович. Напугал? Нет, конечно, напугаешь тебя сейчас же, ну. Владимир Владимирович. Мезенцев. Вот мы и узнали имя Мезенцева. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Владимирович Путин. Ядрен батон, а. А знаешь, почему ты президентом стал? Потому что тебя народ выбрал. А народ это я. Короче, ты президент, потому что я так решил. Не благодари. АПЛОДИСМЕНТЫ Это кофе «Аннан». Хорошая мелодия. Надо подумать, кому же ее поставить. Пусть будет Фротков. Почему? Я не понимаю. Почему при упоминании фамилии Фротков всегда возникает вопрос «почему?». Фротков и все. Теперь нужно выбрать мелодии для губернаторов. Не выбрать, а назначить. Мелодии для губернаторов мы будем назначать. Давайте дальше. Это «Ярмольник». Вот это вот «Ярмольник»? Это ужасная мелодия. Так ведь «Ярмольник» мне звонить не будет. Дайте телефон. Да, Борис Николаевич. Какой еще «Крыжовник»? Вас приветствуют московские дипломаты. Встречай, Светлогорск. Команда «Лаврова». Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуй, голосящики. Уважаемые друзья, и пользуясь тем, что мы сейчас находимся максимально близко к западу, хотелось бы обратиться к нашим европейским партнерам. Дорогие друзья, мы ваши санкции... Примем во внимание. Добрый вечер. Добрый вечер, вы знаете. В честь юбилея КВН мы решили выпустить купюру достоинством 55 долларов. На всех наших купюрах изображены президенты. И на 55 долларах будет изображен президент Международного союза КВН Александр Масликов. Я понимаю, что для русского человека 55 долларов – это не очень большие деньги. Но ведь и декабрь еще не наступил. Ну а теперь о главном. Вы знаете, я все обдумал и твердо решил. Я решил снять санкции с России. Есть один минус. К сожалению, я уже ничего не решаю. Но встречайте аплодисментами человека, который решает. 45-й президент Соединенных Штатов Америки – Дональд Трамп! В школе не велели навладиться с тобой. Реже, реже парень, реже хулиган, хулиган. Не хотим играть с тобой, не хотим играть с тобой. Реже, реже тупо. Халлоу, прошу прощения. У самого до сих пор волосы дыбам от результатов. Привет, Россия! Привет! О, Барак. Хай. О, Виши, Виши. Хулиган, реже, 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 хулиган. Я рад быть в Москве. На днях Хиллари спросила меня. Скажи, Дональд, ты любишь Россию? И я ей ответил. Да. Я люблю Россию. Но ты ничего не докажешь. Мой лучший друг – это президент Путин. Мой лучший друг – это... Слезы радости мешают мне говорить. Ну, три-четыре. П-А-З-ДРА-В-ЛЯ-ЕМ! Гроб же еще раз! П-А-З-ДРА-В-ЛЯ-ЕМ! О, О, стоп, стоп, стоп. Вы с кем? Я один. Все, не могу говорить, клюет у меня. П-А-З-ДРА-В-ЛЯ-ЕМ! Что я хотел сказать? Как новый избранный президент, я сделаю все, чтобы наши страны дружили. Чтобы наши страны дружили с Россией. Ну, а теперь о главном событии – юбилей. Александр Васильевич, вы великий человек. Вы единственный, кому удалось воплотить мечту любого американского президента. Вы стали президентом планеты. Я вас поздравляю! Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась, как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел, к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит, скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент российской газеты. Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности пользуются своей похожестью. Ну, ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся. В этом году КВН исполнился 51 год. И многие задаются вопросом, почему до сих пор не закончились шутки, и кто их вообще пишет? Сейчас мы откроем вам эту страшную тайну. Итак, квартира Александра Васильевича Маслякова, 5 часов утра. Темная ночь. Так, ну, допустим, вышла команда, здравствуйте, вы кто? Мы пирамида, я Давид и Воробей. Слушай сюда, я Давид и Воробей, это смешно. С другой стороны, что дальше? Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, ребят, заходите, берите казинаки, чипсы, сливы, золотой ключик и риски. Александр Васильевич, ну что, готов наш сценарий? Ребят, вот, пишу. Ну что-то долго вы пишете, у нас завтра выступление уже. Так я же двум командам сразу пишу. А, кстати, у вас никогда не возникало желания самим что-нибудь придумать? Мы же с вами, в конце концов, делаем одно общее дело. Наверное. Александр Васильевич, а костюмы на выступление вы нам пошили? Ребят, у вас вообще совесть есть? Я не успеваю вам и костюмы шить, и шутки писать. Такое ощущение, что это нам больше надо. И вообще-то я устал. Устал? Уходи. Те. Сейчас как, Александр Васильевич, шучу. Ты бы так в сценарии шутил. Ладно, Андрюш, извини, тоже сорвался как. Александр Васильевич, а под какую музыку выходить будем? Даб-степ. А, это что? Вот вы играете в молодежную игру. Вот почему я должен слушать такие песни, а вы нет. Ну вы хипстер. Хипстер. Ладно, пойдемте. Ребят, погодите секундочку. Помогите выбрать темы на финал. Я тут, ну, по бреду набросал. Финальный рывок. Финальный бросок. Финалем господа или финалем товарищей. Ну, здесь в зависимости от политической ситуации в стране. Ну, как вам? Честно? Да мне и самому не нравится эта история вся. Александр Васильевич, у нас тут одна идея на номер родилась. Да вы что? Не прошло и 50 лет. Ну, и что вы там сами придумали? Ну, там, короче, такой номер, как будто вы в КВН все один делаете, а мы вообще ничего не делаем. Ребят, не надо. Не надо народу знать правды. Ну, это опять-таки в зависимости от политической ситуации в стране. А теперь давайте быстро высыпаться и с хорошим настроением на игру. Так, Добрый доктор, это смешно. Совсем недавно стартовал восьмой сезон сериала «Игра престолов». Но немногие знают, что на роль в супердорогой сериал пробовался супердорогой актер. Я Дмитрий Нагиев, из рода Нагиевых, в Питере рожденный, все корпоративы берущий, в декабре не спящий, Эрнста почитающий. Дмитрий, вы нам не подходите. Да ладно, как так, ребятишки, вы что? Извините, но нет. Ну, давайте, может, я тогда это сыграю, «Матерь драконов». «Матерь драконов» у нас уже есть. Да. Ну, давайте, я не знаю, «Яйцо дракона». Дмитрий, давайте порепетируем. Значит, у вас постельная сцена с «Матерью драконов». А что, нерожавших не было? Тем более «Драконов». Ладно, мать, не переживай, поднимем твоих ребятишек на ноги. Или что там у них? И главное, не забывайте, что ваш главный враг – это «Король ночи». Да ладно, позднор, что ли? Нет, вот этот, «Король ночи». Ух ты! Слышь, дружище, ты давай вот на эту сторону встань. Просто у меня крест на этой руке набит, мне так спокойней. Ну, давайте начнем, я вижу, вы уже переоделись. В смысле переоделся? Я в своем пришел! Все, Дмитрий, вы нам не подходите, до свидания! Что значит не подходите? Вы что, ребят, у меня с Дудем 15 миллионов просмотров, как так не подхожу? Вы что? Дима, мы тебе же сказали, ты не подходишь! О, как, да, пригрел змеюку! Иди, иди! Пока, пока! Добрый вечер! Конечно, я не идеальная картинка. Я просто немного похож. Начать с того, что после 2000 года декан стал чаще вызывать меня к себе, чаще, чтобы посоветоваться. Иногда, чтобы сфотографироваться. Вряд ли кто-нибудь еще в зале так же востребован, как и я. Ну, хотя бы один человек. Добрый вечер! Извините, что задержался. Сами понимаете, Москва, вечер проспал. Но у меня приятная новость. Я сегодня видел канцлера Германии... В бинокль? Извините, не заметил. Вам не кажется, молодой человек, что мы с вами чем-то похожи? Оба Димы. Ах, вот как. Как видите, друзья, в КВН много людей продируют президента Российской Федерации. Но я пошел дальше всех. Я переехал из Петербурга в Москву. А я дзюдо освоил. А я истребитель. А я горные лыжи. А я вот здесь татуировку Боба Марли сделал. Ну, это мало кто знает. Слышим, это очевиднее. А у меня самая любимая передача, КВН. Ну, это тоже мало кто знает. Ну, теперь-то уж все. Слышим, буду. Москва! Москва!